Пенал 11-го всероссийского конкурса «Лучший урок письма» состоялся 17 октября в Московском городском дворце детского творчества. За время проведения конкурса жюри получило около 140 тысяч писем. Основными целями конкурса является возрождение российских традиций эпистолярного жанра, концентрация внимания школьников на ценностях родного языка и разработка новых методик проведения урока, на котором учащиеся получают навыки правильного написания письма. В этом году конкурс проходил в девяти номинациях. Россия, Родина моя, Олимпийца среди нас, Истории, Легенды и подвиги моей семьи, Россия и Беларусь, Народы издревле родные, Мама, я люблю тебя и многие другие. Я люблю историю, поэтому я люблю историю и легенды моей семьи. А кто вы не говорите? Да, а кто вы не говорите? В Елизаветы Великой были много придворных дам. Восьмерых из них она любила и доверяла свои секреты. Среди этих придворных дам была моя прабабушка. Она, чтобы показать любовь к ней, приказала сделать восемь камней. И она подарила эти восемь камней своим придворным дамам. И сказала, чтобы они одевали до конца своих дней. И перед смертью дарили своим лучкам. Камень зашел? Да, и эта камень передалась по наследству Марии. Я никогда не писала письма и захотела попробовать написать. А о чем вы говорите? А Россия и Беларусь, Народы и Южно-Народные. Я писала про своего детства и про его рода. Скажите, кто-нибудь помогал написать письма? Да, мне помогла мама написать письма, но я сама писала, мама подкоритет. По словам заместителя проректора МГУ Михаила Копчикова, для школьников урок письма имеет особое значение, потому как посвящен родному русскому языку. Одна из самых популярных тем конкурса «Россия и Беларусь. Народы издревле родные». Финал с письмами о союзе двух славянских народов вышли целых шесть номинантов. Причем писали ребята из крупных городов, из маленьких городков, из деревень, из сел. Это очень радует. Может быть, даже благодаря детям и участию в этом конкурсе их родители, их учителя узнали и о союзном государстве в том числе. О том, что строится такое образование, о том, какие проекты реализуются. Они стали знакомиться со своими сверстниками. Вот благодаря таким письмам дружбы у нас устанавливаются связи очень хорошие и творческие, а значит, просто дружеские, товарищеские между ребятами, между белорусами и Россией, которые потом по итогам писем продолжают общаться и в интернете, и переписка образовывается. И нам они иногда сообщают, что спасибо вам большое. Благодаря такому конкурсу я там познакомился с Ваней, с Наташей, с Машей, да, и мы там вместе ездили отдыхать или там еще куда-то поехали, и начинают приезжать друг к другу в гости в Беларуси и России. У жюри работа на конкурсах очень непростая. Но эта работа себя окупает. Есть ребята, которые знают о союзном государстве и понимают его задачи. Они хотят дружить. Ольга Виноградова отметила, что личные эмоциональные отношения самые искренние и крепкие. Это основа строительства союзного государства.